Друзья, всем салют. Первое интервью в 2024 году, старичок. О, приятно. Здорово. Ты первый здесь. Рад тебя видеть. С прошедшими у тебя праздниками. Спасибо большое. Тебя тоже с новым годом, с наступившим новым годом. Друзья, вас тоже поздравляю. Давай для нашей аудитории. Думаю, что тебя все знают. Знаешь, мало ли кто-то заскочил, такой, о, что-то в рекомендациях попалось. Зайдем посмотрим. Представься, как тебя зовут, сколько тебе лет и откуда ты? Меня зовут Степа, Степан Обрывков. Мне 19 лет, я из Москвы. Для новой аудитории, как я сказал, да, возможно, я в новинку, для новой новинку. Но для старичков, я думаю, что не вспомнят. Ты старичок. Да. Можно меня назвать старичком, да, канала? Ну, до 100%. Знаешь, одним из тех, кто вот из тех ребят из Академии, которые, знаешь, вот как-то был такой наплыв, типа ты, Турик, Моти, которые, знаешь, прям вот ворвались в канал. Краб, Пантера. Да, и немножко поднимали скилл вот этим. Блин, за это вам дезреспект. Оставьте все на местах, когда Белка в раме, там, нельзя, кого-то бьет. Боже, Белочь был, так далее. Как я помню эти ролики, когда просто 20 ударов и 20 ударов залетали? Ладно, я ощущаю. Да своим ударом тоже не рассказываю, там, блин, кто из Сыч стоял, помню, там, меня расчехостили. Смотри, «Спартак», «Локомотив», «Динамо» — одни из лучших академий в целом нашей стране. Ты начинался с «Спартака». Нет, вообще, моя история футбольной карьеры начиналась с приолитреутов, может быть, слышал. Да, еще на КФК пульки такие были, конечно. Но вот тогда я в пять или в четыре с половиной пришел на секцию, у меня родители записали, ну, самый ближний, наверное, такая, ближний клуб был по месту жительства моему, и чтобы добираться было легко, и время много не занимало. Ну, и плюс у меня отец и дедушка увлекались футболом достаточно серьезно, и хотели, чтобы до сих пор хотят, папа хочет, чтобы я стал футболистом, и отдали меня в приолитреутов. Там вот я начал заниматься, пошел я сразу в команду на год старше 2003 года, я сам 2004-го, и тренировался там до семи лет, до семи лет, и дальше, дальше, кстати, следующий клуб после приолита у меня был «Динамо». А, да ладно, потому что я, знаешь, вбиваю, как бы, ну, в поиски, соответственно, в гугле, и там выводят, то есть, типа, сначала «Спартак», потом «Лок», потом «Динамо». Да. Давай, это про «Динамо». Смотри, я пришел в «Динамо» в семь лет на отбор в, получается, к тренеру Филиппу Санычу Соколинскому, он тогда тренировал тоже 2003 год, и мой тренер в приолите был знаком с ним. И он посоветовал у меня, сказал, что посмотри, пацана такой, он достаточно перспективный, как сказал тренер, подвижники, да, что-то может, что-то из себя представляет. Ну, и я пришел, меня глянули, сказали, да, все классно, все понравилось, и я тренировался за 2003 год, но играл за 2004, меня спускали там на турниры какие-то. Вот дальше я там находился не супер продолжительное время, я не знаю, может, месяца 3-4, и наступили зимние каникулы. Зимние каникулы, и тогда в Академии «Динамо» были достаточно длинные каникулы. Отпуск, не знаю, как правильно сказать, да, он длился там около месяца или двух, и чтобы не терять свои физические кондиции, ну, в детстве, конечно, физические. Лет тебе сколько было? Ну, слушай, 7 тогда было, или там, не знаю, 7 с половиной уже, может быть, получается. Мне родители предложили попробовать пойти потренироваться в Академию «Спартака», и тогда... Чтобы не терять форму, пойду-ка к конкурентам. И тогда я попал не в Академию, сразу была платная группа, знаешь, вот для таких пацанов, которые не проходят по уровню, но хотят носить, типа, форму, да, это и чуть-чуть там башляешь, да, и вроде ты, типа, и в Академии. Потому что в набор, в основную группу его не было, обычно, там, осень, да, проводится в Академиях. И как раз пришел, что-то тренировался, и первая тренировка, я, как сейчас помню, я пришел, и тренер меня поставил на ворота. Типа, вставай на ворота, я говорю, да я, ну, типа, не вратарь. Он говорит, ну, типа, нормально там было. Ну, действительно, пацаны такие вот пришли, знаешь, как на физкультуру, по мячу не попадают. В кроссовках. Да, 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 без формы. Я такой стою еще, думаю, блин, какой вратарь. Ну, и был забавный момент, мне дали, ну, играешь 4 на 4 или там 5 на 5, знаешь, вот этот формат детский, ворота гонбольные. Мне дали передачу, я думаю, блин, ну, я не вратарь, я взял мяч, там, как Леонель Мейси, если так можно сказать. Ну, да, конечно, понятно, да, как просто оббежал, гол забил, и тренер такой говорит, да, действительно, да, ты не вратарь. Ты вратарь. Он говорит, выходи в поле. И вышел в поле, потренировался, понравился, и я тогда приехал с мамой, и мама пошла отдавать за занятие деньги. И тренер сказал, что, блин, пожалуйста, денег не нужно, придите, пожалуйста, на следующий день на тренировку придет главный тренер вашего года, 2004-го моего, и посмотрит вас. И наступил следующий день, я пришел, действительно, Александр Юрьевич Семенов, пришел на тренировку, мой первый тренер как раз про таки, увидел меня и сказал, да, действительно, интересный мальчишка, хотел бы его посмотреть в основной группе, так что приходите. Ну, и пригласил меня, следовательно, в команду. И я помню, я вечером лежал на кровати, ну, тяжело было, мне и нравилась Динамо. Ну, блин, я тогда, как ребенок, ну, ничего не понимал, да? Да, понятное дело. И мне просто родители, ну, давай вот выбирать, что-то лежал, лежал, не знаю, я даже не знаю, на чем был основан выбор, наверное, о том, что мой дедушка болел за Спартак, папа поддерживал, и как-то такими силами, возможно, все-таки принял решение. Еще как раз не закончился отпуск в Динамо, и я перешел в Спартак. И до какого возраста там был? Смотри, я почти попал в первый набор, то есть первый набор был в сентябре, да, условно говоря, получается, зимние каникулы, прошло там меньше полугода, и я попал в основную группу, то есть мне было 7 лет, и до 16, наверное, лет. Я почти всю линейку прошел с первого набора, и мне не хватило, ну, я ушел до, за год, до того, как выпуск был. А с теми, с кем ты был в Спартаке, сейчас кто-то играет из ребят? Слушай, да, моего года ребята попадают в заявку, те, кто прямо уже выходил, это Паш Милешин, Даня Зорин, Даня Зорин, кстати говоря, стал чемпионом Белоруссии в этом году, он в аренду уходил, за Динамо Минск, чем я его поздравляю, это крутое достижение. Здорово. И ребята, да, попадают в заявку с теми, знаешь, вот самое забавное, что кто вот пришел с первого набора и по сей день был в команде, осталось там два человека. Ну, себя я не знаю, можно назвать, но я считаю, что да, наверное, что, блин, полгода, и потом последующие почти там 10 лет, не полных, 9 полных, в Академии, я считаю себя, конечно, воспитанником и прошедшим всю линейку. А причина ухода? Слушай, там, не знаю, как сказать правильно, наверное, какое-то произошло недопонимание с тренером, пришел новый тренер, немного начал пихать, затыкать дыры мною, хотя на то не было причин, я показывал, по моему мнению, да, наверное, будет не очень объективно, но по мнению там посторонних людей, с которыми я тоже общался, мне тоже самое говорили, что странно, что ты являешься центральным нападающим, да, всю жизнь играешь в Академии, забиваешь много, всегда там на виду, на слуху, и тебя начинает менять позицию, тебе, на крайнего полузащитника, на центрального полузащитника, на опорника, и, ну, жаловаться я не буду, тогда мы пришли в Академию забирать документы, и все от этого офигели, ну, потому что действительно в то время, да, я там 9 лет, это немаленький срок, ну, это прилично, да, считай, плюс, когда ты в Академии на виду, тебя все знают, и в целом, да, уже я тогда побывал на Тедроц, у меня была какая-то аудитория, и была степень узнаваемости некая, я там приезжал на турниры, ребята фоткались, плюс, говорю, из-за того, что вот был уровень игры, там капитан на каких-то, знаешь, фотографиях, фотокарточках, и даже мне предоставляли возможность, это, ну, почетно, да, спасибо, либо я открывал стадион, ну, мы приезжали, открывали стадион открытия арены Спартака, тогда приезжал наш президент Владимир Владимирович, открывал, и мне предоставили честь, там, поздороваться с ним, спросить у него вопросы, и, следовательно, как представить Академию, ну, и дальше, там, фотографироваться и так далее, что, конечно, это на всю жизнь запомнится, такое событие достаточно интересное было, сейчас отойду от темы, я помню, мы сидели, нам сказали, там, условно говоря, в два часа приедет Владимир Владимирович, мы приехали, там, в девять утра на стадион, сидели малышами, что-то в раздевалке, тухли, знаешь, у всех такой был некий мандраж, что, блин, сейчас президент страны прилетит, ну, и мы его все увидим, и наступает два часа, нам говорят, он задерживается, и мы еще часа два его ждали, наверное, в итоге очень-очень долго все было, но он прилетел, сказали, что у него там дела были, мы такие, ну, окей, проблем нету, и дальше, да, мы вышли там на поле, потренировались, и потом с ним встретились, но не было скандала, да, никакого, и по-прежнему за, там, свое футбольное воспитание, свое футбольное обучение я благодарен, я не буду говорить, что, блин, я там ненавижу, ну, да, это было в прошлом у меня, спасибо, что предоставляли мне возможность, давали, и, там, всему, чему я научился, и умею сейчас, в большей части я, конечно, благодарен Академии, потому что она мне там поставила какие-то футбольные навыки, дала какие-то знания футбольные. Футбольную школу, да, типа, ты считаешь, спартаковская, это одна из таких хороших, одних, и одна из лучших, я считаю, в России, сто процентов? Нет, сто процентов, там, Динамо, Спартак, ЦСКА, Локомотив, Краснодар, это все топ Академии, естественно, поэтому, ну, знаешь, как в книге, глава закончилась. Ну, 16-17 лет, это такой тоже тяжелый период, переходы уже ближе к такому юношескому и взрослому футболу, то есть ты попадаешь в Локомотив. Да, слушай, в Локомотиве произошло тоже, попал туда не на суперпродолжительный срок, грубо говоря, транзитом, перекочевать, пообщались, провели переговоры, как-то, может быть, звучит это странно, что, да, в 16 лет, там, это еще детско-юношеский футбол, но у тебя уже существуют переговоры. Ну, это у нас так возможно, мне кажется, в Европе это там в 12 лет уже людей просто... Возможно, да, возможно, но действительно, да, в таком возрасте и раньше существуют переговоры у детей, Академии их подписывают, потому что, там, человек является талантом, чтобы его не украли, да, словно говоря, как должно быть, у тебя есть человек, он талант, ты его выращиваешь, выращиваешь, вкладываешь в него и потом на нем зарабатываешь деньги, да, как должно быть, по идее. Ну, если получится. Ну, да, если получится, если ты его вырастешь, и поэтому с раннего возраста тебя подписывают и дают тебе все, да. и развивают. Понятно, что от тебя многое зависит, но постараются. Ну, так вот, были переговоры и решили, что хотелось мне уже играть за старший год, за 2003, не в своем году, чуть чтобы подниматься, знаешь, уже переходить из этого детского в более юношеский, взрослый футбол, как правильно сказать, потому что по себе, наверное, знаешь, что сейчас это, конечно, не ощущается, да, когда тебе там 20-25, а вот когда в детстве ты переходишь на год старший, если там показываешь уровень, то это супер, потому что разница супер ощутима, ребята выносливее, сильнее, быстрее, потому что год развития в детстве, это прям вот колоссальная разница. И хотелось играть мне старше, и Локомотив мне это предоставил. Ну, перешел туда, попал к тренеру, который работал когда-то в Испании, да, в системе Барселоны, возможно, не знаю, из Каталонии он был, но он был русским, и, ну, мы с ним пообщались, у него интересное было вообще видение футбола, знаешь, что это тики-так, что надо выходить из-под тресника, низом, и как раз мне такое нравилось, я в целом, такого плана игрок, да, я в целом могу попадаться, конечно, но вот мне нравится через низ, в пас, но все-таки это вот как раз, наверное, прошлое время, вот, Спартаковское, что все-таки стеночки, да, вот это учили, не знаю, как сейчас это в Академии происходит, но тогда были тренеры в основном старшего поколения, и те, кто поиграли, там, знаешь, в Советском Союзе, вот у меня был Евгений Васильевич, Сидоров, Борис Саныч, Позняков, Юрий Викторович, Хурманец, ну, Сань Юрьевич, Семенов, вот первый тренер, Олег Олегович, Кужлев, и вот Борис Саныч с Евгением Васильевичем, они такой старой закалки были, тренер, кстати говоря, Борис Саныч, Позняков играл в Аспартаке времен, знаешь, когда они играли в Лиге Чемпионов, и вот он был правым защитником, и он держал Марадону, когда они играли против Наполя, вот он рассказывал это, знаешь, вот ты сидишь, когда перед тобой такой тренер, ну, во-первых, неимоверное уважение к нему, да, ну, понятно, это от воспитания в целом, в зависимости, да, к старшим должно быть уважение, но к такому, когда ты еще в клубе в этом находишься, он тебе рассказывает вот такое вот, ты думаешь, блин, я хочу быть как он, я хочу играть там в Лиге Чемпионов, и, блин, Марадона — это как Месси, ты сопоставляешь их и думаешь, вау, и ты его прощаешь, расскажите, пожалуйста, что-то, и когда он тебе делится с тобой, точнее, своими знаниями, у тебя ушки на вострот, и такой, так, надо все слушать, надо все понимать, и вот я помню, он учил наших защитников, были отдельные тренировки защитников для нападающих, утренние тогда, нападающие, ну, били, знаешь, поворотом, какие-то, пасинг был, а защитники отрабатывали там удары головой, и как раз игру против стенок, просто в обороне, и иногда нас мешали, и когда ты приходил в оборону, вот это было настолько интересно, это просто бесценный опыт, то есть человек тебе рассказывает, ты думаешь, вау, я должен так делать, потому что, если он это делал, это у него проходило, ну, футбол, игра, ее выдумывать там не надо, да, то есть, понятно, что он, эволюция происходит, но в целом, основы, какие-то закономерности основания остаются, они остаются, да, и поэтому ты слушал, все старался воспринимать, и, конечно, за это невероятное спасибо, и вот тогда, говорю, как раз, а не с того времени, как раз, когда вот это было, знаешь, типа дождь, спартаковская погода, стеночки, и вот, знаешь, все-таки осталось это внутри, что футбол низом, знаешь, через пас, все, забегание, ну, красиво, вот такое мне нравится, да, то есть принял, отдал, открылся, где-то обыграл, и вот тренер как раз в локомотиве ставил такую игру, тогда это был, получается, UFL уже один, я думал, вау, типа сейчас вот, реально, ну, заиграя, все классно будет, но, к сожалению, в локомотиве, в старшем клубе, пошла смена власти, ну, руководства, так скажем, и начали в академии тоже чистить, то есть это все взаимосвязано же, понятно, что и деньги там, и тут есть, и своих людей ставят, и начали потихоньку, потихоньку убирать, и началась какая-то разруха, грубо говоря, в локомотиве, и вот в этот момент я попал, и, не знаю, 9 месяцев или 8 я был в этом клубе, и зимой, и тоже, знаешь, была не супер удачная для меня череда событий, потому что я там сломался, восстановился, сломался, восстановился, и, по сути, небольшое количество матчей провел, и решил, что, ну, наверное, надо уйти, и как раз зимой, как сейчас вспомним, я был в зале, там было, я не знаю, какое число, 5-8 января, был в зале, и мне приходит сообщение, я уже ушел из локомотива, и мой агент чуть-чуть закидал удочку, ну, в целом, когда игрок уходит, да, есть внутренняя система, наверное, какая-то, как мне представляется, и следовательно, клубы знают, что, типа, он ушел, можно его, типа, подобрать, взять к себе, пригласить, и мне написал мой тренер, как раз, который взял меня когда-то в 7 лет в Динамо, да, Филипп Саныч Соколинский, написал, типа, привет, на Мальдивах отдыхаешь? Я думаю, да, конечно, на Мальдивах, говорю, да нет, я в Москве, он говорит, ну, слушай, типа, не хочешь там, футбол, наконец-то, нормально поиграть, у меня поткало, я думаю, с ним в хороших отношениях, я знал, что он как раз тренирует команду 2004 года в Динамо, и это меня привлекало тогда, как раз пришел к ним, я ему говорю, блин, ну, конечно, давайте попробую, и это вот так вот началась моя история, там, уже 3 года назад, в 2020 году, наверное, я попал в Динамо, и все. Когда я вот уже пришел в Динамо, мне было полегче, плюс я знал ребят своих, 2004 года мы с ними пересекались и в сборной когда-то, ну, и в целом, когда играешь в клубной лиге, тогда еще не было ЮФЛа, МФЛа, и так далее, была вот клубная лига, одна летняя передастая и зимняя передастая, и все мечтали выиграть этот турнир в Москве, и, конечно, самый престижный турнир, ну, для меня, и он остается, то есть для меня все-таки сейчас, да, происходит изменение в детско-юношеском футболе, новые турниры появляются, что, конечно, супер, вот это ЮФЛ, МФЛ, да, возможностей много, ты летаешь как взрослый, но для меня, блин, вот это первенство России, которое было основное, и клубная лига, ну, боже мой, как мы за него дрались, ну, играли имеется в виду, да, просто, мне так его хотелось выиграть, но, я не знаю, я раза три или четыре становился чемпионом клубной лиги, летнего первенства, и зимнего первенства, то есть у меня в целом медальки есть, ну, блин, чемпионат России, мне так и не удалось выиграть, но я выиграл Кубок РФС, это тоже был, тоже престижный турнир, там участвовали клубы, как раз, кто находился в том году, это был, мне кажется, в Российской премьер-лиге, и между ними, вот этот турнирчик был, тоже под эгидой РФС, это просто, наверное, самый такой крутой трофей, который я когда-либо выигрывал, пока. Кубок РФС, трофей, в копилочке. Ну, да. Ну, слушай, это вообще, как по мне, это прям память, и все-таки, сколько тебе, получается, лет восемнадцатого? Слушай, мне было восемнадцать, это получается, восемнадцатый, ну, это вообще лет шестнадцать, да? Четырнадцать, четырнадцать лет было, и тогда знаешь, что самое забавное было? Я не знаю, ты участвовал на чемпионате России? Нет, нет, никогда, вот за победу на чемпионате России давали кандидата мастера спорта, то есть ты выигрываешь, и РФС был равен чемпионату России, и нам казалось, что, блин, ты выиграешь, ну, круто, звание типа КМС, все-таки, все-таки что-то ты добился, у нас это в стране считается классно, дальше, может, там мастер спорта и так далее, хорошее такое уже звание, и все, мы выиграли, все про это начинают говорить, типа, вот нам сейчас выдадут, и в итоге нам не дали, потому что по возрасту, какому-то, я так и не понял, почему, нам сказали, что мы слишком маленькие, и надо, чтобы еще год прошел, чтобы мы получили это звание, ну, и в следующем году выиграть уже чемпионат России, и да, и мы такие, окей, да, да, выиграем в следующий раз уже, слушай, немножечко отступим от футбольной темы, она у нас же обязательно будет, ты учился в школе, общееобразовательной или спортивной? Нет, слушай, я вот 11 лет учился в обычной школе, которая вот находится в 30 секундах от моего дома, и знаешь, вот это по классике, да, у меня есть лучший друг, Антоха Гришин, он учился на год старше, ну, на год старше меня, и он живет в соседнем подъезде, мы по сей день с ним общаемся близко, и с семьями, и знаешь, там в классе в седьмом, мы начали там в шестом, получается, я в шестом, он в седьмом, мы начали выходить вместе, типа в школу, и вот мы в школе, вот знаешь, мы вышли из подъезда, и школа находится, вот я тебе клянусь, мы даже стекали там, ну, 30 секунд, можно идти пешком, звонок там, 8-30, вечером, бро, типа салют, что, мы выходим во сколько, давай в 8-27, и он, знаешь, такой именно друг, который, вот ты выходишь в 8-27, а он выйдет в 8-37, и я помню, мы типа выходим с ним, я выхожу, под подъездом сажусь, потому что мама меня так ругала, она говорит, да как так, типа, ты что, типа, ты опаздываешь постоянно, говорит, мне уже пишут, говорит, тебе идти до школы, 30 секунд, выйдите, встрейтесь в 8-20, ну, все, мы уходили 8-27, 8-27, его, моя мама, нас ругали, я ему говорю, Антон, типа, как так, мы приходим в школу, типа, опаздываем, и доходило до такого, что нас разворачивали на выходе, на входе, точнее, и говорили, типа, до свидания, говорит, вы нас задолбали, ну, такое не должно быть, и мне потом стало, знаешь, типа, ну, что ты входишь в класс, отвлекаешь ребят, учителей, да, и это, учителям и так тяжело, да, найти вот эту молчанку, грубо говоря, и сконцентрировать всех на работе, а тут ты приходишь, отвлекаешь, и знаешь, я такой, пацан был в школе, со всеми общался, со всеми знакомым, я зайду в класс, там уже, да, 5-6 минут, о, брат, салютом, одному однокласснику, второму, девчонкам, нам, типа, привет, на последнюю парту, и учитель, какая последняя, парта, Степа, на первую парту, ты опоздал, знаешь, типа, ты такой думаешь, а, типа, это замечание мне, ну, блин, по глупости, по глупости все, понятно, что в старших классах уже такого меньше было, ну, и в целом, я всегда уважал старших, и уважаю, меня так воспитали родители, я заходил, извинялся, и вот в дальнейшем, мы, конечно, встречались с ним раньше, и я помню, как мама с окна наблюдала, типа, вот так, как мы идем, она нам, она все нам в окно показывала, махал в окно, ну, с другом, как раз, с Антохой, и его маме, типа, и они нам обе вот так вот, типа, на время грязать, а мы, знаешь, типа, идем вот так вот, руки в карманы, не спеша, потихоньку, и все удивлялись мне, говорили, блин, Степ, как ты опаздываешь, ты живешь там в 30 секундах. Ну, это классика, знаешь, это вот такой бич тех, кто живет близко к чему-либо, и они вот всегда, ты всегда опоздаешь, у меня вот так всегда было. Смотри, в школе, когда ты был в школе, у тебя уже была некая медийность, наверное, потому что ты был в Тудруасе. Да, да. Как в школе вообще, ну, как, знаешь, сказывалось это, как ты реагировали на это? Смотри, в Тудруасе я попал в 2018 году, как раз я вот запомнил, потому что это был чемпионат мира, я попал до него, первый ролик был у меня, получается, сколько мне было, это было 6 лет назад, в 14 лет я попал, 14 было, это какой класс? Ну, это уже 7-8 класс, то есть ты на самом деле в средней школе находишься, и в целом, у меня достаточно дружный район, со всеми общаюсь, знаешь, я такой вот обычный пацан, ну, с района, грубо говоря, да, там, не буду говорить, что типа как в слове пацана, мы там махались, нет, такого не было. Были, конечно, какие-то, знаешь, недопонимания, но этого в каждом время, конечно, не было. Не было такого, что я сидел дома, играл в компьютере 24 на 7. Мы постоянно выходили, играли в футбол, а из-за того, что я занимался футболом, и в целом у меня это получалось хорошо. Я играл со старшими, и в навес вот это, знаешь, на жопу играешь, типа ты стоишь, говоришь, можно зайти? И ты их там кентов, говорят, нет, вам нельзя, типа вы не очень играете, а тебе говорят, заходи. И ты стоишь такой, думаешь, а сейчас я выиграю, ну, и тебя потом раком ставят в ворота, и все. И эта жопа начинается. И вот со всеми старшими я был хорошо знаком, и в школе в целом, поэтому, знаешь, в столовке придешь с ними, пообщаешься, поздороваешься, и не было такого, что когда я попал, какого-то ажиотажа вокруг меня, ну, типа ребята говорили, что вау, прикольно. Респект какой-то выражали. Да, да, говорят классно, типа что-нибудь посмеялись, и все. Не было такого, знаешь, в школе все подходили, фоткались, не было такой популярности у меня. Ну, и знаешь, сам я это сам как-то преподносил, знаешь, типа ну, да, классно, прикольно, потому что, действительно, на то время смотрели все во дворе Дродс и остальных фиферов на то время. А вот это буму тогда, да, знаешь, доходило до такого, не то, что доходило, реально так и было, выходит новый ролик, челлендж, кроссбар, камбаров челлендж, когда навесы вот эти были, какие-то штрафные, и просто вот мы выходили с ребятами, и это к тому, что это вот было реально развитие, это нас двигало, знаешь, выйти во двор, мы и так без этого выходили, играли очень много, тут мы выходили, знаешь, в кроссбар играли с ребятами, летом просто брали мяч, часов в семь находились на поле, неважно, мы играли там в кроссбар, потом больше людей придет, футбол поиграли, закончились, другой челлендж, и мы играли, играли, знаешь, находило, типа мы начали пародировать какие-то наказания, типа яйцо об голову разбить, или знаешь, там холодной водой выться, ну такое, знаешь, типа весело было, и постоянно играли, и когда я попал, все такие, ну, типа круто, расскажи, как, как типа ты попал, я помню, когда в школу я пришел, и что-то мне Жека написал, такой в столовке, говорю, типа о, Жека написал, и просто Фетки, знаешь, типа могу, типа, что-что-что-что-что-написал, и ты такой, типа, ну вот, типа потом отвечу, ай, оставить не франчита, немножко Жека помариновать, все правильно, ну, слушай, это круто, аа, давай немножко вернемся уже к проф, тоже футбеку, тебе сейчас 19 лет, да, твои планы на 24-й год именно в проффутболе, или вот, на что ты сейчас, возможно, рассчитываешь, надеешься, и к чему готовишься? Сейчас ты в Динамо 2, это вторая лига, да, это вторая лига, я уже по возрасту с нового года перерос в молодежку, я уже не молодой, по футбольным меркам, уже будет 20, и по возрастным рамкам я не прохожу в эту лигу, и следовательно только могу выступать за Динамо 2, у меня действующий контракт, он не долгосрочный, но он еще есть, я честно, ну, рассчитываю, конечно, что есть еще мечта в голове, что заиграешь, ты стараешься, но, блин, тоже что врать, везде есть статистика, немного играл во второй лиге, поиграл, тоже можешь, конечно, как внутри спортсмена, вот этого неприятно, ты стараешься, тренируешься, но пока не выходит, не знаю, что-то не хватает, возможно, играл большее количество времени в молодежной лиге, и я помню, как раз в молодежной лиге, тогда как раз это МФЛ началось, я попал, и попал в команду к старшим, тогда был второй год основной, и как раз полгода, я помню, прям очень хорошо, у меня все шло, я в Мамбардирской гонке там 9 мячей забил, был Турик, мальчик из Королесаэтов, не вспомню его фамилию, и я, вот у Макса было, по-моему, 11 мячей, или 12, у меня там 9, и у пацана там 10, словно говоря, ну, то есть было все, знаешь, типа великолепно, вроде ты и младший забиваешь, и я думал, блин, классно, сейчас все получится, и дальше буду идти, но я не знаю, почему, и как, у меня опять посыпались травмы, у меня большое количество их, а у тебя они именно оперативные, то есть ты что-то оперировал, и просто там достижения, нет, знаешь, у меня, вот в локомотиве, я тогда себе порвал приводящую мышцу, у меня был разрыв 3,5 сантиметра, я очень долго лечился, потом у меня болела боковая связка колена, тоже, у меня ничего не было, хотя мне сразу сказали, у тебя мениск, я говорю, ну, блин, окей, пойдемте сделаем МРТ, посмотрим, в итоге сделали, ничего нету, просто было, знаешь, растяжение, но какое-то было странное, оно у меня болело, 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 потом прошло, да, то есть дали покой, и вот я пришел в Динамо, и у меня тоже, бац, это же коленка заболела, ну, менее там длительный срок, там, две недели отдохнул, и все нормально стало, и потом вот травма за травмой, у меня спина, я себе порвал большую ягодичную мышцу, да, то есть это достаточно такая необычная травма, потому что большая самая и мощная, да, мышца в теле одна из, и ее порвать достаточно тяжело, и я сам удивился, как такое произошло, когда мне это все объяснили, я думаю, блин, если она такая сильная, тем более в целом у меня ягодица, так скажем, раскачивается, существует, да, ты думаешь, блин, как так, и это значит, там месяца два заняло восстановление, потом я в процессе этого порвал себе голеностоп, вот смотри, такое обилие травм, в таком возрасте, с чем ты, возможно, это связываешь, вот есть у тебя какое-то понимание, или может тебе объясняли врачи? Нет, меня не объясняют, у меня нету понимания, потому что я отношусь к себе достаточно профессионально, я вот, мне 19 лет, на данный период времени, да, скоро будет день рождения 20, но не важно, да, вот за 19 лет я никогда не пробовал алкоголь, ни разу в жизни не пил, я никогда не курил, ни кальяна, ни ашки, ничего так далее, да, то есть в целом, такой зазож, грубо говоря, да, не то, что я это пропагандирую, но просто вот, вот так вот, у меня в семье никто не курит, папа тоже никогда не пил, и я видел это, и мне казалось, блин, наверное, классно, да, в целом, мне это нравится, я кайфу, я могу в моменте, знаешь, там, включиться, ну, потанцевать, расслабиться, для меня не нужно, там, влить в себя литров, 10 алкоголь, ну, 10 окей, да, выпить, чтобы себя расслабить, я могу и так себя чувствовать, а потом бац, и обратно, ну, на серьезке пообщаться и включиться, поэтому я не знаю, с чем связаны травмы, у меня доходили мысли, ну, знаешь, тяжело, тяжело, когда у тебя травма за травмой, ты думаешь, боже мой, почему, почему я, и за что это мне, что я неправильно делаю, или как там я неправильно к себе отношусь, то есть приходишь в зал, вроде закачиваешься, да, делаешь какую-то разминку, делаешь, у тебя бац, снова травма, бац, снова травма, и у меня было в моменте, в голове, что меня сглазили, может быть, я не знаю, и по сей день, например, я сейчас уходил с зимних каникул, да, все, у нас закончился, чемпионат, там, три недели мы тренировались, была заключительная в том году товарищеский матч, товарищеская игра, и что-то почувствовал какую-то, немного боль в переднем, ну, короче, в передке своей, пошли, сделали УЗИ, у меня там, рыхлый отрезок, мышца 8 сантиметров, да, то есть, такой, ну, как я понял, может, я неправильно, я не супер силен в медицине, но на самом деле, это маленький минус, как я сейчас понимаю, то есть, если ты знаешь свое тело, лучше, это тебе будет помогать 100%, да, то есть, это надо где-то что-то читать, ну, как мне объяснили, и как я понял, то есть, вот отрезок 8 сантиметров, рыхлый, и на нем, знаешь, типа, три надрыва, то есть, на одном отрезке, я такой, блин, опять как так, хотя я не ломался, вот 9 месяцев, я думал, все, ну, наверное, все прошло это, я там окреп, как это можно сказать, но нет, видишь, и это очень-очень сильно выбивает из клеи, потому что, знаешь, там на цели, у тебя есть какие-то задачи, мотивация, здесь бац, ты сломался, думаешь, ладно, сейчас восстановлюсь, вернусь, возвращаешься, играешь там, 3-4 месяца, бац, опять сломался, и ты просто, знаешь, у тебя руки опускаются, ты понимаешь, что, не можешь противопоставить этим травмам, словно они реально на самом деле во многих случаях, ну, случайность, да, то есть нет такого, что ты пошел, у тебя там все болит, и ты пошел, 50 тысяч ударов сделал и порвался, нет, ну, знаешь, ты можешь размяться, это, можешь не размяться, травмы могут быть вообще реально из ниоткуда, ну, как по мне, как вот по своему опыту, да, то есть ты разминаешься, умираешь, и чувак там слева тебя сидит на сигарете, знаешь, перед вашей дипой, Леонель Месси, выходит, все нормально, ты делаешь один рывок, и такой, ай, заболела. Это вот быт, да, быт спортсменов, не только футболистов, а то, что я говорю, что попасть в профспорт, там закрепиться, это действительно должно такое сечение обстоятельств, здоровья, нужный тренер, нужно вместе где-то что-то подпортить. вот к своему времени, я, наверное, понял, что в футболе... Вот сейчас смотри, прежде чем ты это скажешь, давай вот как раз-таки, это вот такая подводочка к тому, что давай топ, не знаю, три каких-то наставления, вот молодым ребятам, которые у нас сейчас смотрят, там, не знаю, кому там 10, 11, 14 лет, кто в академиях, давай вот топ-3 каких-то вот из твоего опыта, каких-то советов касательно профессионального спорта. Слушай, с детства занимался всегда доп-секциях, то есть однозначно скажу молодым, если вас, ваши папы сподвигают к тому, что, блин, надо выйти на коробку позаниматься, да, там, азы футбола, просто выйти, почеканить, знаешь, там, левой ногой, правой ногой, почеканить внутренней поверхностью, да, стопы, внешней, головой, об стенку побить, фишечки пообводить, это всегда только в плюс себе будет, это ты должен делать постоянно, у тебя должна сохраняться вот эта моторика и чувство мяча, однозначно это 100%, заниматься доп, потому что тренировок основных не хватает, не хватает, это действительно так, тебя там больше, знаешь, нагружают именно физически, какой-то, что для меня удивительно в академиях дают с раннего возраста, знаешь, вот футбол именно коллективный, то есть какие-то схемы, в прессинг, как идти и так далее, да, понятно, что это все нужно, но этому легче научиться, там, за год, условно, да, как в школе ты сел и предмет проходишь, ну и все, там, в 16-17 лет ты этому обучаешься, а в детстве ты должен именно больше тренироваться на индивидуальные качества какие-то, нежели на том, 100% выходишь, если, да, ты нападающий, выходишь, поворотом бьешь, там, 100 ударов делаешь, 50 ударов делаешь, потому что это, знаешь, как вот у собаки инстинкт, условно говоря, остаются вот в памяти те места на стопе, которыми ты бьешь, да, условно говоря, как у меня происходило, папа всегда мне говорил и помогал мне, за что ему просто невероятная благодарность, и моей маме, я просто бесконечно буду им благодарен всю жизнь, что они для меня делают, и сейчас делают, и делали, и в плане футбола, там, мама меня возила, и дедушка меня возил, вообще всем причастным, ну, понятно, маме и папе больше всего, да, и папа, у меня не футболист, у меня папа мастер спорта по фехтованию, но он закончил там в 19 лет, ну, я его спрашивал тоже, почему, он говорит, ну, блин, Степ, там, фехтование, один человек, да, говорит, я понимал, что я не сильнейший, говорит, и мне надо будет в будущем там строить свою жизнь, семью обретать, и там, чтобы я можно было прокормить, я ушел, поэтому вот так вот, и папа в целом у меня спортивный, да, но знаешь, как все люди того поколения, они выходили в отбор и играли в футбол, то есть по мячу он попадает. Кто не знал, друзья, вот на футбольном поле футболист с мячом проводит там, ну, за всю игру, ну, секунд, наверное, 40 минут, вот так вот, да, поэтому... Ну, знаете, когда вы с мячом находитесь в эту минуту, то есть за эту минуту ты должен показать столько. какие-нибудь одна минута из 90 минут. Да, конечно, поэтому в детском возрасте однозначно выходить, бить поворотом, обводить фишки, неважно, если у вас нету, я не знаю, соперника, вообще не расстраивайтесь, вот ставите фишечки, просто самые банальные, вот набирайте в ютубе упражнения там, с мячом на ботку фишек, тебе показывают, миллион существует, да, сейчас уже миллион, там шорти, ты сморщи, ты не хочешь, и это реально, это действительно, то есть это не будет такого, что на следующий день ты станешь, я не знаю, Наймаром, да, у тебя будет Джога Бонита, у тебя будут жидкие галики, нет, нет, конечно, со временем, со временем, это все придет, и вам же, вам же будет легче в футболе, в игре, это однозначно, и с теми же ударами, вот я говорю, это как папа мне объяснял, ну и в целом, я так же считаю, вот у собаки инстинкт есть, ты его сто раз, говоришь, ей садится, там на сто первый, она садится, и дальше она садится, тут так же, ты выходишь, бьешь поворотом, ты запоминаешь, как ты бьешь, там, не знаю, какой у тебя шаг перед ударом, ну до стоматизма доводишься, и все, и дальше ты не задумываешься, давай второй пункт, первый пункт мы поняли, второй пункт теперь, слушай, как по мне, ну, футболист на самом деле должен быть универсальным атлетом, поэтому, когда, понятно, не в 10, не в 13 лет, или мы только про 10-13 лет общаемся, и вообще в целом, в целом, это может быть как на психологии, дальше, 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 это, конечно, вот развитие в плане физическим, то есть ты должен, когда у тебя ты вынослив, да, ну, лично у меня, когда я чувствую, что я физически хорошо подготовлен, я не задумываюсь, блин, как мне принять мячик, как мне добежать, а знаешь, я туда не побегу, в отбор я не вступлю, у тебя нету такого, да, то есть, и в борьбе, условно говоря, если ты не супервысокого роста, но при этом ты креп, да, крепок, ты занимаешься в зале, понятно, не надо становиться кубиком, ты не сможешь бегать, но ты должен приходить в зал и заниматься, это 100%, это должно быть, я не знаю, ну, как обязательным условием во время тренировки, сила, да, сила, и вот третье, однозначно, в детском возрасте, это психология, потому что от головы просто идет, я не знаю, 50% твоего успеха, когда ты в себе не уверен, но при этом у тебя есть все качества, ты, к сожалению, не заиграешь, и, к сожалению, вот эту неуверенность вселяют в тебя твои тренеры, которые кричат на тебя, знаешь, заставляют вместо обводки какой-то отдать передачу или, наоборот, быстрее отделиться от мяча, и, знаешь, это очень грустно, потому что иногда, да, я не знаю, как сейчас происходит в академиях, потому что, ну, я уже ушел из нее, да, перерос этого, но в мое время это было достаточно тяжело, и этот прессинг, который существовал, и он, знаешь, он вроде не хочет тебе плохо сделать, и получается, что он как искусственный на тебя вот это давит, но когда ты ребенок, ты не можешь себе, да, блин, что ребенок, люди в 30 лет, там, в 50 ходят, да, с психологом, вообще в обычной жизни, а тут в спорте, типа, на тебя давит, тебе там 10 лет, конечно, ты, блин, боишься ошибиться, ты боишься сделать какое-то действие, и это тебя гасит, то есть ты не можешь раскрыться до конца. Кстати говоря, тут интересная тема, давайте я еще оставлю комментарий внизу под видосом про спортивного психолога, там, давай 100 лайков набираем, я сниму видос, как психологически стать спортсменом, футболистом, и обращусь к спортивному психологу, найду лучшего в Москве, одного из лучших в окей, и мы снимем этот видос. Смотри, прежде чем перейдем к личному, я вот это люблю, говорю, у меня вот это футбол, это, знаешь, это вот, ну, все равно у всех плюс-минус какие-то истории, да, они разные, но там есть какие-то похожие такие моменты, но вот личное, старичок, личное, знаешь, где ты можешь капнуть. Можно я добавлю, да, про футбол немножко? Конечно, старый, мы час уже общаемся, давай. Интересная часть, я занимался, я играл в мини-футбол, я чемпион Москвы по мини-футболу, и вот Минька, на самом деле, если у вас есть возможность играть в зале, то это однозначно, типа, плюс, вот это, знаешь, типа моторика твоя, когда у тебя жидкие галики, княтие решение. Да, это совсем немножко другая игра, там, корпус, как ударить и так далее, то есть это тоже интересно. И в целом еще вот добавлю к тому, что не зацикливайтесь на одном виде спорта, старайтесь быть разносторонним, да, разносторонним, поэтому есть возможность, ну вот, поиграть в волейбол, иду в волейбол, играю в баскетбол, в баскетбол, на коньках, идите катайтесь на коньках. Киберспорт. Ну, киберспорт я не знаю. Бегайте на шарфе, где-то на лонге. Поэтому занимайтесь, играйте в футбол, это, знаете, там, хотят играть миллионы, а играют один человек, поэтому надо стараться быть развитым во всех сферах жизни и стремиться к тому, что ты можешь, в основном говоря, там, пришел в компанию, ребята играют в настольный теннис, ты пришел, я могу в настольный теннис, в бильярд, в бильярд сыграл, в волейбол, в волейбол. Слушай, я считаю, что есть такие люди, типа мультиспортсмены, которые, вот, им нравятся любые виды спорта, да, в одном они там, как бы профессионально занимаются, но и так вот, пинг-понг, баскетбольчик, побросать им, баскайфуют, у них получается. Итак, прежде чем прием к личному, хочу напомнить вам про своих друзей, которые поддерживают выход каждого ролика на моем YouTube-канале, смотрите, снизу будет ссылочка в своем комментарии, просто переходите туда, также там, вас направят на телегу, на мою, там закрепчик тыкайте, и получаете 2000 бонусов от моих друзей, специально для вас при регистрации. Слушай, ну, лично, сейчас, тебе 19 лет, ты в расцвете сил, девушка есть? Нет. Пока нету? Пока нету. Давай, раз ее нету, давай мы с тобой вкратце сейчас опишем, возможно, не то, что твой идеал девушки, да, а с кем бы ты, вот, какой ты ее видишь? Девушки у меня нету, может, кто-то нравится, возможно. Ну, окей, ну, хорошо, тогда давай хотя бы вот одно, знаешь, вот, характер, и что тебя цепляет, возможно, в этой девушке. Она это знает, или ты просто знаешь, или она это не знает? Не знаю, возможно, возможно. Давай просто назовем, не знаю, три черты характера, которые тебя цепляют в... Слушай, ну... Одно назвал, и раз сразу догадался, типа сейчас звонит, такая, все, ты только кем, блядь. Не, 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 не знаю, возможно, догадывается, не будем расстроать. Делай шаг, скажи, алё, Настя, короче, такая ситуация, и все. Кстати, Настя сказал, да, еще два раза, вот Настя. Ну, вот, какие качества прилегают, Слушай, открытость, наверное, доброта, и... понимание, если так можно сказать, да, то есть, для меня важно, чтобы... Не важно, точнее, хотелось бы, чтобы девушка тебя понимала, вы могли поддерживать друг друга, и в дальнейшем настроить на открытости, искренности, то есть, ты должен быть искренним с человеком своим, да, и так же, чтобы в ответ тебе так же были, и мне кажется, что за счет вот этих, вот этих совокупностей можно построить какие-то отношения, грубо говоря. Слушай, сто процентов, это хорошие, ты черты назвал, и в целом, тут не было, значит, про красоту, про внешность, то есть, ты не выделил это в топ-3. Да, понятно, но все равно ты же, когда выбираешь, то есть, как сказать, мы спросили про внутренний, да, про внешний, все равно, когда ты видишь человека. Я тебе спросил просто про трог-три черты. А, я тебе про черты характер спросил, про красоту я не сказал, но мне кажется, что здесь, знаешь, ну, это апрелька смотришь в целом на человека, типа, знаешь. не то, что, знаешь, я не знаю, на вкус и цвет товарищей нет, то есть, кому какая нравится девушка, тот такую себя выбирает, то есть, ты выбираешь девушку, и для тебя она самая красивая, но она в целом, может быть, да, красивая, симпатичная, так можно сказать. Ну, смотри, если у тебя, допустим, будет девушка в скором времени, она у тебя там есть, там, тебе кто-то нравится, там, или ты планируешь, чтобы она тебя там, ну, или пытаешься как-то найти, или просто вот, то нужен хорошенький заработок. Старичок, давай обозначим для тебя комфортную сумму в месяц. Ты сейчас живешь с родителями, конечно, хотелось бы переехать, наверное, да, начать свою какую-то такую самостоятельную жизнь. Головную. Головную боль, если так можно сказать. Смотри, давай мы тогда не берем пока что аренду квартиры, ну, потому что сейчас пока ты все-таки не снимаешь его. Давай, сколько надо для комфортной жизни? Да, слушай, мне кажется, сейчас в месяц, блин, тяжело сказать, разные месяца бывают, да, забыли. Бывает, захожу куда-нибудь, улетаю в другую сторону, пошопятся в Италию, или просто... Да, такого нету, ну, блин, я не знаю, мне кажется, там, тысяч 50-70 на месяц хватит, возможно. Нету таких заоблачных, но, конечно, цель зарабатывать больше, и в целом, наверное, если задумываться, там, обо всем, то, ну, блин, будет странно, да, сказано, я не очень люблю, когда такое говорят, потому что ты не знаешь, сколько ты будешь зарабатывать, и знаешь, типа, скажешь, 5 миллионов, какие, блин, камон, чувак, какие 5 миллионов, ну, если ты будешь зарабатывать, дай бог, типа, это будет супер, но, блин, 5 миллионов будем откровенно, да, тяжело очень заработать, миллион рублей тоже тяжело заработать, понятно, хочется, там, может быть, в идеальном, будущем, чтобы был стабильный заработок, выше, там, полумиллиона, поэтому, мне кажется, когда у тебя семья, в целом, да, цель жизни, наверное, создать семью, свой род, ну, все по-разному, да, ну, мне так видится, да, что, понятно, что это для меня, наверное, странно тоже, да, что у меня, я говорю, в таком возрасте, достаточно юном, ну, про такое, но, наверное, да, хотелось бы, чтобы у тебя был дом, была теплота, а то, что человек, я спросил про комфортную жизнь, он про семью просто начал, и про то, что, да, по мультаму зарабатывать, смотри, сейчас, на данный момент, 50-70 тысяч, это тебе для комфортной жизни, да, слушай, да, хватает на, там, свои всякие развлекушки, сходить, погулить в кафе, погулить, погулять в кафешке, сходить, там, не знаю, покушать, как-то развлечься, бывает там повыше частенько уходит, но в целом столько, да, хватает. Сейчас ты эту сумму зарабатываешь? Да. Сразу, просто сходу, уверен, так, да, твой самый большой заработок за месяц, может быть, там, премки, я не знаю, подъемные, никогда не стал, тяжело сказать. Самая большая сумма, которая тебе приходила, вот, одним чеком, одним траншем, переводом, передачей из рук в руки, как угодно. блин, да. Не знаю, не люблю эту тему. Да, ты не любишь, вот эти люди, я сейчас там коды поставлю, там сразу, сколько зарабатывает, все по полу, вот так вот. Это будет второй, третий клик людей, кстати говоря, пишите в комментариях, какие темы больше вас, вас волнуют, интригуют, и больше нравится вам интервью, если это интересно. Вот я про Зарик, честно, оно мне интересно. Интересно, да, он слышит, что как-то зарабатывает. Блин, он, честно, чужие деньги никогда не считал, не считаю. и мы тоже никогда не считаем. Свои, знаешь, типа, ну, это не лежат там, типа, ты откладываешь потихоньку, там, на какие-то цели, на хату, и так далее. Ну, вот на разик, вот, смотри, вот самая большая сумма, знаешь, допустим, мне падало за машину, вот я машину продал, типа, вот, мне упало, бам, бам, блин, ну, мне не падало на карту, я не могу сказать, ну, типа, заработок приходит, стабильный. Больше 200 падало, вот хоть раз, чтобы ты такой просто начинал, да? Больше 300 падало? Да, наверное. Все, окей, круто. В то же время, как называется, ладно, кликбейт такой. Сейчас, сейчас. Поправите, просто уходите за микрофоном, что-то далеко, и там не слышно. Окей, просто полтора часа болтали, ничего не слышно. Это последние пять минут. А, все хорошо. Как раз про заработок. Пишем, да? Сейчас, насколько я знаю, ты не ешь не только мясо, но в целом, как это называется, животную пищу, животному происхождению, да. Давай расскажем, как это началось, я-то знаю, просто, мне кажется, люди послушают, это очень, да, я даже не знаю, как это назвать, но это реально прикольно, интересно. Ты понимаешь, что ты просто разначальник этой идеи в моей голове. Ну вот, расскажи, как это было. Короче, история забавная, потому что всю жизнь впитался нормально для большинства людей, если так можно сказать, да? И вот, наверное, летом того года мы снимали с Эдом ролик «20 ударов», и, может быть, за недели-две до этого я увидел тебя в сториз о том, как ты повествуешь, что ты перестаешь кушать мясо на две недели, чтобы очиститься. Я не знаю, как-то, знаешь, зацепило столько мне это, ну, в голове что-то осталось, потом мы с тобой сняли ролик, я такой думаю, блин, вот я тебя увидел, что-то мне захотелось попробовать, не знаю, просто вот ни с чего вот так щелчок в голове, я думаю, окей, две недели, ну, блин, не поесть, интересно реально. Проходит две недели, я такой, как-то я себя чувствую хорошо, дай-ка еще попробую. Ну, родители думали, знаешь, такое больше прикол, эксперимент, грубо говоря. Временный. Да, месяц проходит, я просыпаюсь, чувствую себя легко, желудок никогда не взрывается, знаешь, не лопается. Я такой думаю, вау, супер ощущение. Комфортно, да. Это, хорошую, хорошую тему посоветовал, подкинул, но, и вот, уже больше года, я не ем мясо, не ем рыбу, не ем творог, молоко не пью, молочные продукты тоже нет. Но, знаешь, могу там съесть, когда попадается сыр, ну, понятно, там, к сожалению, да, во многих заведениях, куда я хожу, там, кушать, в кафешке, ну, выбираешь, смотришь меню, понятно, что ты в мясной ресторан не пойдешь, но позиций в предложенном меню не слишком много, то есть, это обычно салат какой-то, не знаю, рис с овощами, и там, и так далее. Поэтому, немножко грустно от этого, когда ты приходишь, но все равно я не жалуюсь, есть вкусные блюда, и на самом деле для себя я открыл очень много всего, что я там когда-то не ел, например, я никогда не пробовал нут, там, хумус, хумус, как правильно сказать, фалафель, фалафель, все из-за этого нута делают, достаточно питательный, и вкусный, и мне нравится он, я его там, и могу мамами приготовить, может, плов с ним, вместо мяса, например, там, суп сделать, его добавить, тоже, знаешь, супы и не ем, которые на мясных бульонах, на обычном бульоне, на овощном, поэтому пришел к этому, понравилось мне, не ем мясо, реально не ем, сыр может попасть, знаешь, еще может попасть, словно говоря, я об этом даже не знаю, случайно попасть, могу шоколадку позволить себе съесть, очень редко там что-нибудь, а ты сахар еще ешь? Нет, кого, шоколадки в целом? Ну вот, сахар, то есть, чистый сахар, пироженки, там, чизкейки, ну я тебе говорю, да, могу себе позволить, а чизкейки, это из сыра, творога, творога, да, ну я говорю, какой-нибудь, прям совсем чуть, ну когда хочется, нет такого, что, блин, все, я всю жизнь буду так есть, и я не могу сказать, когда это закончится, пока мне не хочется, пока мне нравится, да, пока все меня удовлетворяет, понятно, есть у многих вопросы, особенно когда я заходим кушать, блин, тебе говорят, Степа, как так, ты типа ничего не ешь, как с тобой ходить кушать, ты давай уже начинай, ты там отвечаешь, спокойно, все хорошо, все нормально, ну давай вот распишем твой рацион на день, да, вот ты просыпаешься, чем ты завтракаешь? Смотри, до того, как я начал веганить, я уже года 3-4, ем почти на постоянной снове, с утра кашу на воде, овсянку обычно, там, геркулес, на воде, добавляю туда мед, и там, если летом, ягодки какие-то, персики и так далее, и мне очень нравится, прям, я уже привык, знаешь, каша с утра на воде, типа, окей, вообще без проблем, ее съел, чай выпил, все, пошел, какие-то печеньки есть, без добавления там, яиц, молока и так далее, тоже их можно купить, это сейчас все в общем доступе находится, там, заходишь там в пятерочку, в перекресток, в Кусвилл, окей, любой магазин там, понятно, что в начале было тяжеловато, потому что я не знал, что можно кушать, да, мне дальше, грубо говоря, опыта набираешь, да, и понимаешь, в каких продуктах, что находится, да, из чего они сделаны, и плюс, да, ну для тебя, да, я никогда не задумывался раньше, что я ем, сейчас я понимаю, там, что я скушал, из чего это сделано, и так далее, нет такого, тоже скажу, что прям серьезно к этому отношусь, я не сдаю никакие анализы, хотя наверняка надо было, да, то есть наличие белка, там углеводов, железа и так далее, просто интересно, чем ты это добираешь? Слушай, по этому поводу родители волнуются, я не знаю, может быть, я к этому дойду, но пока я живу так, как чувствую себя, знаешь, организм захотел поесть, пошел покушал, не хочу есть, вообще могу есть, не есть день, это плохо, но наверняка, да, но бывает такое, что вот я не двигаюсь, никакого нет у меня, нету никакого затрата энергии, да, внутренней, и я лежу такой, да я есть, даже не хочу, там чай выпил, перекусил, но это понятно неправильно, надо есть в любом случае, но такое, поэтому там нету анализов, говорю, опять же повторюсь, никаких просто вот ем, все, что вот мне приготовят, все, что я там захочу, я кушаю. И когда захочешь. Да. Давай обед, что на обед, допустим. Слушай, иногда тяжеловато с обедом, происходит, потому что тренировки в обеденное время, поэтому, ну, завтраком обделываюсь, обхожусь с завтраком только, но если обед, я люблю очень макароны, правда, в последнее время они мне поднадоели, поэтому, например, продаются котлеты, которые не из мяса, они сделаны из какой-то травы, грубо говоря, да, они сделаны, блин, прикинь, всегда помнил это слово, и мне сейчас стыдно. А я даже вот не знаю, что это вот, я знаю, только из фалафеля делают, реально, и... Боже мой. Ну, возможно, вспомним. Да, возможно, вспомним, но и не из мяса они сделаны, да, котлеты какие-то есть, не наггетсы, которые тоже там со вкусом курочки, грубо говоря, тоже это кушаешь. И ужин, давай вот что? ужин, ну, то же самое, на обед, я говорю, может быть, какой-то суп на немясном бульоне могу съесть, там борщ, мне нравится, вкусно очень, картошку могу съесть, там запекут ее, овощи на гриле люблю, когда если куда-то прихожу, люблю картофель фри очень, вот картофель фри прям очень мне нравится. Кому не нравится? И на ужин, ну, гарнир какой-нибудь, может быть, рис с овощами, может быть, макарошки каким-то соусом, не знаю, картошка может быть тоже соусом, и вот эти, какими котлеты, не наггетсы, грубо говоря, не мясо, короче. А соевое мясо, это как, нормально? Вот, соевое мясо, брат, спасибо большое. А, напомнил, из сои сделаны все эти продукты, в основном, есть овощные котлеты тоже, какие-нибудь там вкусные есть, но в основном все из сои, да, ем, мне нравится, есть даже в заведениях бургеры, да, есть котлеты соевые, а есть из фалафеля. Да, это я узнал. Слушай, ну, прикольно на самом деле, и мне бы хотелось вот на анализы посмотреть, вот честно, вот прям вот мне просто интересно, как, вот организм спустя год, плюс у тебя тоже, ты все-таки, ну, у тебя нагрузки есть. Высокие, да, достаточно. И вот как это вот, ну, слушай, я думаю, ты не единственный веган, правильно ли? Веган как? Не знаю, правильно, тоже этим не задавался. Не единственный, думаю, футболист, который не ест... Ну, из моего окружения нет таких людей. У меня тоже нет такого. И что, я когда не ел две недели мяса, у меня еще, ну, как бы тренировки ты ходишь, мне, конечно, тяжеловато было. Тяжеловато. Ну, мне хватает. Знаешь, я в целом был всегда спокойен к мясу, даже забавные там истории, вот сейчас, да, прихожу там на дачу, приезжаю к друзьям, они говорят, давайте шашлычок пожарим. А мне просто процесс нравится, жар, знаешь, ты типа вот стоишь, типа да, как удочку закипываешь, и они приходят, и мне говорят, типа, блин, степ, как так? Тебе вообще типа слюнки не текут. Я спокойно жарю, говорю, нет, я не хочу мяса, но вот типа это вам. Так что спокойно вообще, спокойно, нету желания, нету у меня рвения к чему-то. Может быть в голове, иногда, знаешь, типа какой-нибудь сыр захочется. Ну и то, знаешь, это вот так вот, на мгновение, потом я думаю, ничего, я не хочу. Ну, видишь, я допустим к молочному, вообще вот я сыр очень люблю, допустим к молочке, там молоко, творог, я вообще это очень редко ем, то, что у меня там типа некомфортно, короче. А мне вот в детстве очень нравилась молочка и в целом творог. Да, вот тут уже тяжелее. Так, ну что, переходим к разделу про медиафутбол, тут прям буквально 5-6 вопросов, потому что, ну, я бы не сказал, что его прям вот коснулся в таком объеме, в котором коснулся, возможно, Пантера, когда я с ним общался на интервью, или там, допустим, тот же Краб, потому что, ну, Краб это отдельный разговор. Всегда было сравнение тебя, Пантеры, Моти, Турика и Краба. Всегда, когда я задал практически вопрос также на интервью к пацанам, расставить ребят по скилу. Вау. Давай расставим. Это провокация. Есть ли сейчас? Слушай, Пантера сходу ответил вот и Краб. Понял, вот они, то, что я у Турика и Моти не брал, говорю, Пантера и Краб, они сходу ответили, и вот... Блин, ну, ты же понимаешь, что это сейчас? Кого ты поставишь на то место, и пацаны обидятся. А я думаю, что такого нет. Нет? Потому что мне кажется, что сейчас, ну... Понятно, да, больше? Ну, не то, что понятно, как будто бы, знаешь, у меня просто был вопрос такой, я тоже его задам, после того, как ты расставишь по скилу. Слушай, ну, давай тогда начнем с пятого места. Давай. Краб, без обид, Даня. Ну, я считаю, что пока на данный момент пятое место. Дальше, наверное, по скилу, блин, очень-очень-очень тяжело. Во-первых, куда себя поставить? На первое место, конечно, не поставишься, но, блин, ну, вот я тебе говорю, это, возможно, какая-то ментальность, если же Пантера я тебе говорю, вот я вот скажу, Пантера сходу. А куда он себя поставил? Первое место. А, Тёмыч на первое? Да. Краб не помню, но он сказал, что, типа, мамба менталич. Он на первое себя воткнул. Он говорит, если не верить в себя, то, что ты лучше, то, говорит, как-то, что, как играть? Пятое, Краб. Четвертое, наверное, Тёмыч. Слушай, он хочет за себя выше поставить. Как это, твоё представление? Знаешь, тоже стараюсь, быть, наверное, объективным, объективным, адекватным. Адекватным. Мамба менталити нету такого. Типа, если бы я был бы, блин, я не знаю, Лионелем Месси, конечно, бы я себя поставил на первое место. Вопросов нету. Ну, наверное, дальше, наверное, первый будет Турик. Потому что, всё-таки, дальше я поставлю себя и дальше Мотю. Хотя Мотя, по-моему, сыграл больше матча, чем Турик на высшем уровне. Ну, слушай, мы же не сравниваем статистику. Тёмыч тоже отыграл. Не сравниваем. Тёмыч тоже отыграл. Фантера был там. Уже ачивка есть. Это сто процентов их заслуга. Окупилась их работа. Это просто невероятно. Это мечта сыграть в российской премьер-лиге, выйти. Но мы оцениваем уровень, да, игры. Да-да-да. Скил. С твоей точки зрения. да, можно сыграть один матч. Ну, это я не в целом, да, говорю, можно, есть такие примеры. Сыграл один матч, и потом всё, типа, дальше КФК, ЛФЛ, да, типа, и вроде, типа, ты играл в РПЛ. Ну, типа, окей, один матч. Будет что рассказать, да, рассказывать. Да, детям. Слушай, а Моте сколько лет? На год старше меня 2003 года. А Турик? Второго. Ну, смотри, получается, у тебя в запасе ещё есть, ну, давай до Турика, допустим. в запасе тяжело говорить, все ребята, которые мы сейчас перечислили, все старше меня. 100%. Вот поэтому смотри, как ты считаешь, вот вас 5 человек, у кого больше шансов закрепиться в проффутболе? Давай мы не берём РПЛ, ФНЛ, просто проффутбол, это и вторая лига тоже. Блин, вторая лига, брат. Ну, ты же знаешь, что такое вторая лига. Особенно сейчас по новому регламенту, вот эти группа А, Б, Ц, золото, серебро, да, но бронза это... Слушай, но, допустим, Краб пока и не там не играл, и Пантера также, пока он в Велесе, по-моему, если не ошибаюсь, это ФНЛ, по-моему, была, то есть, ну, пока он тоже не там, и поэтому вот вопрос. Слушай, но кто играет сейчас, реально выходит, играет? Бывает, да, Турик. Единственная среди пятерых играет Турик. Монти, красавчик. Вопросов нету, но большую часть времени я просто сидел на банке. Ну, откровенно, да, то есть, без обид, объективно. Также про себя скажу, во второй лиге, блин, у меня там минут 500, я не знаю, от силы. Я не могу говорить, что, боже мой, я поигравший во второй лиге, нет, это будет неправда. Это можно открыть тоже, не понимаю, когда кто-то рассказывает про себя, да, какие-то свои достижения преувеличивает, а потом ты такой думаешь, ну, условно говоря, да, не проверяешь, что тебе попадается в интернете, ты открываешь, и там достижений немножко ниже, меньше, и ты думаешь, блин, а зачем, к чему врать? Зачем врать, типа, я всегда считаю, что лучше сказать правду, да, но быть честным, если ты хочешь, чтобы к тебе относились люди хорошо, относись к ним тоже хорошо, да, поэтому не могу сказать, что я поигравший, я выходил на замену, да, я там поездил, но тоже были матчи, которые, я просто не выходил, на скамейке сидел, или там ходил на 15 секунд. такое у каждого было, и в этом ничего такого нет. Пока, пока лучше всех, наверное, уйдет, не то, что лучше всех, пока у Турика. А была ли когда-нибудь мысль о том, что хочу поиграть в Тудроц, в медиафутболе, честное, честное, в случае, конечно, была мысль, я думаю, что многих привлекает медиафутбол, людей, да, почему? Ну, вот этот ажиотаж, который создается вокруг этого турнира, вовлеченность людей, да, то есть мы видим, что аудитория просто невероятно большая, это суперкруто, это продвижение футбола, я не понимаю, как получилось, да, у ребят сделать, которые там также со двора, да, просто снимали себя, а у там нашей лиги, у которой просто бюджет, я не знаю, да, карман бесконечный, и почему нельзя было сделать так, или я не знаю, почему не получается так сделать, сейчас они стараются, вот сейчас, кстати, да, очень много, я гоняю тоже, они вот, значит, отправляют нас куда-то в города, это очень огромный респект, это круто, но тоже опять же развивается через вас, ну, слушай, а какие-то нужны все равно агрегаторы, достигаторы, все равно, блин, классно, что да, вот это все существует, что происходит развитие, что они сейчас стараются, это действительно здорово, так и должно быть, я считаю, что должны развиваться города, не только большие, такие, как там, не знаю, Москва, Краснодар, Питер, понятно, что Москва самый, наверное, развитый город в целом у нас, в стране, в Европе, да, но надо, у нас еще существует миллион других городов, поэтому туда надо ездить, тоже привлекать, там тоже живут люди, тоже живут такие же люди, и также умеют играть в футбол, поэтому в медиа-футбол общаются, я слышу ребята, особенно вот поколение, которое, знаешь, вот моего года, там чуть постарше, обсуждают медиа-футбол, и многие, типа, говорят, спрашивают, блин, все, что ты мучаешься, ну, в плане, знаешь, типа, брат, иди в медиа-лигу, типа, ну, играть там будешь, типа, все хорошо, это сейчас развивается, закрепишься там, но в голове ты думаешь, блин, а если я шагну в медиа-лигу, смогу ли я потом выйти из нее, да, то есть не затянет ли она меня, все это супер привлекательно, это супер все классно, и если, там, ты будешь играть там, да, конечно, я слежу за вами, ну, Тудрос в медиа-лиге, и в целом просто к пацанам, там, к Жене в особенности, то есть невероятное спасибо, то есть, какую-то часть успеха, и там, кем я сейчас являюсь, помогли, там, помог мне Женя, тем, тем самым приглашением, в то время, и то, что он там относится ко мне хорошо, и как-то вкладывался в меня, это добавляло уверенность мне, да, ну, где-то с какой-то стороны, конечно, были и завистники, зависть была, не очень, да, наверное, хорошее качество, но оно было, да, присутствует у многих людей, но для меня это было супер приятно, и я знаю, что, наверное, что если я сейчас попрошу Женю, или там, Дмитрий, ты что подойду, скажу, типа, можно я попробую, пожалуйста, мне не скажут, типа, нет, типа, вот у нас все есть, я думаю, в целом, ты знаешь, я приходил к вам на тренировки, я смогу играть, смогу там добавить качество, но вопрос в другом, да, то есть, нужно ли это мне сейчас, да, как будто всегда успеешь, знаешь, да, когда всегда успеешь, но если выбирать, там, вариант между второй лигой и медиа, вот у меня вопрос, то, блин, если это вторая лига, команда не под задачу, просто, знаешь, такой середнячок, то нет, я выберу, скорее всего, медиа футбол, уже сейчас, потому что уровень медиа лиги вырос настолько, что это, по сути, вторая лига, но в Москве, значит, не надо ездить, при всем уважении к другим городам, да, я сам из Москвы, не говорю, что типа, вау, я москвич, да, но будем объективны, в Москве все есть, то есть, я привык, у меня здесь друзья, родители, тут все супер возможности, ты приезжаешь в другой город, и ты чувствуешь, она прям колоссальная разница, особенно, если это маленькие города, у них есть, да, своя красота, есть свои достопримечательности какие-то, есть своя изюминка, шарм есть, да, да, но, блин, ну, это не сравнится с этим, да, то есть, боже, ну, Москва, мой любимый город самый. В Динамо, когда мы играли против Динамо, точнее, и ты ходил там с камерой, старичок, расскажи про это, и не мешает ли, вот это, как сказать, ну, такая медиа, твоя вовлеченность, вообще, расскажи, что ты делал там? Смотри, как получилось, летом того года у меня закончился контракт профессиональный с клубом, и со мной не продлили, мы, ну, сказали, что, ну, так и так, не видим, окей, да, без проблем, все разошлись, думал, блин, что делать, тяжеловато, какие просмотры, не просмотры, перед этим Динамо опять на меня выходит, там, спустя месяц, после того, как у меня закончился контракт, алло, алло, все, привет, ты где? Ну, типа, без клуба, получается, пока ищу. Слушай, приезжаю в офис, есть предложение, там, может быть, не суперфутбольного характера, но тебя, может, это интересует, я еще думаю, странно. Окей, приехал в офис, до того, как приехал, я уже последние полгода в Динамо ездил на мероприятия, какие-то съемки, и, знаешь, как портфолио себе собирал, грубо говоря, отзывы с, от других людей, там, ездили на съемки к какому-то рекламному ролику, потом ездили в музей, снимали, ну, интересно, да, потом ездили к детишкам в дом, который, там, у них тяжелые болезни, тоже, да, классно привели с ним время и так далее. Ну, и понятно, что это все не то, что мне говорят, что надо, что говорят, ну, хочешь, типа, давай. Я говорю, ну, почему нет? Мне вообще никогда не понимало, почему отказываться, да, если у тебя есть время, мне не тяжело, прикольно, интересно. В фильме ездил, снимался в кино, в обычном тоже, и вот все, закончился контракт, то есть все это про меня, знали, что в целом, там у меня есть какая-то аудитория своя, да, и в целом я умею там с камерой работать, и увидели это, прихожу, и предлагают мне вот такой расклад событий, что я возвращаюсь в клуб, на футбольный, да, в молодежный, молодежный состав, у меня был, вот когда я уходил, поменялся тренер, у меня с ним хорошее отношение, Павел Итальевич Фигун, мы с ним хорошо общались, и после того, как у меня закончился контракт, его не продлили, я мог играть еще полгода за молодежку, он мне сказал, типа, Степ, ну, если будет, не будет вариантов, точнее, можешь вернуться, по контракту не могу тебе ничего сказать, но играть ты у меня будешь, все хорошо будет, в голове это держал, и вот мне сказали, как раз ты можешь вернуться в молодежный состав, если у тебя там получится, тебе предложат новый контракт, и хотим тебе предложить роль ведущего Динамо ТВ, ну, и в целом Динамо социальных сетей. Слушай, ну, приятно, да, что это вот такой большой клуб, с историей, так скажем, да, его знает, ну, по всей России, и когда тебе предлагают такое, в плане, что быть, ну, я не знаю, можно сказать, медиалицом, да, этого клуба, это честь, ну, я могу такое сказать, да, это, ну, мне было гордо, что меня выбрали, и молодого, знаешь, не какого-то, ну, меня молодого, да, может быть, не суперопытного в этом деле, а не какого-то обычного человека, ведущего, но это еще интересный случай, потому что, получается, я как совмещаюсь с профутболом, в последующем мне предложили контракт, все, как, ну, как доказал, предложили, все нормально, и, знаешь, я как, получается, смесь и медиа, и футболиста, то есть и в футболе доказываю, и в медиа, получается, и это здорово, но, блин, про медиа, супер большая команда, вообще огромная, то есть то, что мы делаем, ну, и коллектив, это просто безумно круто, безумно здорово, все стараются, то есть матч-дэи, какие-то развлекательные программы на матчах, потом именно к этому всякие анонсы вокруг, какие-то интерактивы с футболистами, это супер, то есть на самом деле, вот я ведущий, мне ребята мои, там, ближайшие, коллеги, да, преподносят весь материал, весь сценарий, они придумывают все шоу, все придумывают, да, моя задача просто прочитать, ну, и сказать, то есть дело за малым, понятно, что мне надо передать эмоции, но то, что они делают, это просто невероятная, колоссальная работа, за ним я, то есть без них, не было бы этого ничего. Слушай, когда большая команда такая стоит, конечно, это всегда круто, или качество. Есть такое, на какой стереотип, да, что лицо ты видишь по телевизору, или там в какой-то программе, тебе кажется, блин, вот это круто, чувак, на самом деле, вот есть люди, которые, да, за экраном, и про них не знают, но, вот я скажу, но это вообще, типа, топ, топ люди, топ своего дела, и то, что они делают, это, ну, здорово, реально, респект. Ну да, респект кидаем. Это мешает, проф, сейчас в карьере? Слушай, я думал, что, и мне кажется, вот смотри, ты футболист, да, ты на базе, тренировка, там, я не знаю, теория, основная тренировка, ну, пять часов, пять часов, она у тебя там в 12 часов дня, 12 часов дня, ну, и с восстановлением, пять часов, пять часов ты освобождаешься, шести там, я не знаю, ну, если у тебя режим, понятно, ну, режим такого, что прям жесткого, я там ложусь в 10 спать, знаешь, как у Криша, типа, задвигаешь шторы, подушечка, да, нет такого, ну, я не знаю, ну, до 11 возьмем, да, у тебя 6 часов свободного времени, почему нет? Почему, если у тебя есть время свободное, ты не можешь это совмещать? Ну, то, что, типа, идет распыление интереса, знаешь, когда ты не полностью садочен на этом. Как ты на тренировки пришел, ты отдался ей, да, и потом пошел, условно говоря, тебе же не надо, я не знаю, там, сто раз отжаться, пробежать полумарафон или марафон с камерой, тебе надо просто просидеть, вот так вот общаться, вот какое распыление, ну, условно говоря, знаешь, как диалог с обычным, понятно, что в камеру, на самом деле, и в целом, всем блогерам, то есть, я тоже не люблю, когда люди, которые не супер разбираются в этом, говорят, блин, как это, типа, легко, за что деньги, в камеру, и по сути, вот, ты общаешься как с человеком, ну, ты должен в голове представлять это, да, ты выкидываешь туда, на GoPro, эту эмоции, или просто в камеру, свои какие-то переживания, чувства, и это утомляет, это, это утомляет, да, очень сильно, и ты думаешь, блин, как правильно сказать в камеру, знаешь, там, что сказать, что интересного придумать, понятно, говорю же, что именно весь сценарий пишут ребята, но какое-то мое тоже существует, да, то есть я стараюсь в камеру что-то вкинуть, сказать, и, блин, я не считаю, что это как-то отвлекает, то есть, когда вот на эти протяжении полугода, пока вот идет этот у меня отрезок, да, когда я совмещаю, вот, если стоит выбор между футболом, и пойти там в медиа, да, снять, ну, по работе, грубо говоря, конечно, я выбираю футбол, и здесь мой босс, мой начальник, он мне тоже говорит, типа, Степ, без проблем, как у тебя есть время, ты приходишь и делаешь, ну, по возможности, я стараюсь, действительно, но я тебе говорю, условно говоря, бывают моменты, там, тренировка закончилась, я быстро моюсь, я понимаю, что я успеваю, ну, и мне это нравится, мне это интересно, там, тренировка хорошо прошла, у меня нормальное настроение, почему мне там чуть-чуть не поторопиться, да, и не заняться тем, что мне интересно, а не потом бездельничать весь день. Тоже, слушай, это круто, и классные мысли. Ну что, к окончанию, так сказать, нашего интервью, небольшой блиц. Давай. Отвечаешь коротко, можешь просто выбирать там одну или другую сторону, или даже, да нет, то есть, как кайф. Женек или некит? Жека, наверное, потому что, объясню, потому что, когда я пришел на канал, некит в это время как раз ушел, я знаю, что он ко мне тоже супер классно относится, я к нему тоже, мы с ним общаемся, но вот эти два года, когда я снимался, я на чате всегда был с Женьком, и переписываюсь до сих пор больше с Женьком. Обычная вода или газировка? Ну, типа сладкая. Ну, блин, когда устал, конечно, лучше воду выпить. Газировку тоже могу выпить. Блин, ну, это же... Ну, надо же ставить водичку и вот колу холодненькую, хорошую, сальдом. Ну, если я хочу пить, то, наверное, выпью водой. Но если праздники, вот, блин, что скрывать, да? Вот на праздники я не знаю, сколько литров колы я выпил. Ну, типа, вот она наливается в стакан, и знаешь, у меня еще такая привычка, если я сижу за столом, мне некомфортно, когда вот у меня нету стакана с водой, там, с газировкой, с соком, неважно, хочется пить постоянно. Сидишь так вот, типа, с трубочкой или где-то не пьешь. Ну, колу, да, могу колу выпить. Деньги или медийность? От медийности будут деньги приходить? А это как ты ее сможешь монетизировать? У нас у многих пацанов есть медийка, но ее тяжело монетизировать, поэтому тут уже... Ну, давай, медийность на уровне возьмем, я не знаю... Тебя? Нет, нет, давай в медиафутбике ты просто вот, ну, топчик. Топчик, но при этом без денег. Нет, это ты сам, вот тебя просто медийность тебя узнают, тебя там зовут туда-туда-туда. Ну, слушай, если я смогу это потом вывести в доход хороший, то, наверное, да, лучше это будет перспективнее. Ну, а если у тебя, смотря какая сумма денег тоже. Да, да, это просто, знаешь, такой лайтовый вопрос, о котором в целом, и когда людям задают... это уже не лайтовый вопрос, я задумался. Это ты слишком глубоко мыслишь, люди там, знаешь, они такие, ну, вот это потому, что вот так вот, если бы сидел крафт, он бы сказал, бабки, конечно. Ну, не знаю, на медики тоже можно заработать. Ну, блин, я тебе говорю, если деньги большие, в целом у тебя есть голова, ты можешь их вложить, можно и деньги выбрать. Если ты понимаешь, что ты перспективен в медийном, и сможешь на этом заработать, то медийность. Я не могу ответить, здесь тяжело, потому что у меня ни того, ни того нет. Слишком много думают, я вам так скажу. Окей. ФНЛ-2 или медиафутбол? Вот сейчас. Медиафутбол. Окей. Не, ну, подожди, вот ты видел инфраструктуру некоторых клубов второй лиги? Конечно, конечно. Ты видел, какие у них бюджеты? Да, но я видел... Там можно умереть во второй лиге. Но, слушай, я видел и те команды, которые под задачу, не зарплаты... я же тебе сказал, мы когда обсуждали, что если под задачу клуб... Нет, давай мы возьмем, ФНЛ-2, ты же хочешь для себя, допустим, лучше, мы возьмем клуб под задачу. Я там буду играть. То, да, наверное, ФНЛ-2. Если это клуб не под задачу, да, то, наверное, я выберу ФНЛ-2, выберу медиафутбол. Окей. На данный момент, вот сейчас, ну, это просто так, поугарать, съесть сочный кусочек вот филе миньона, прям вот отборнейший, такой, знаешь, в ресторанчике хороший будет. Или на сезончик спуститься в КФК, попылить. Подожди, а если я съем, то где я окажусь? В Лиге Чемпионов? Нет, нет, ну, во второй Лиге так, что ты играешь, и все окей. Либо в КФК спуститься? Да. Брата, лучше съесть мясо, ну, что за прикол? Представляете, я просто неинтересно было сейчас вот такая вот. Нет, опять же, у меня нету никаких соображений, что я не ем мясо из-за того, что мне жалко животных. Нет такого. Кстати, это вот тоже, это важный аспект того, что ты почему-то не ешь просто мясо. и нет того, что типа, мне жалко, что их убивают, в голове такого нет, просто не ем. Окей. Если бы ты смог стать амбассадором одного бренда, возможно, ну, там, всегда просто Nike, там, не знаю, Adidas, давай вот пожизненно. Пожизненно? Да. Можно даже что-то вот в шутку, там, как? Шутку. Ну, смотри, я когда-то был амбассадором, и Nike был у меня, и Puma была, мы давай не будем брать спортивное. Ну, хотя, блин, я не знаю, амбассадором чего бы я хотел бы быть. Ой, тяжело как. У меня один раз была такая мысль, не знаю, я хотел стать амбассадором Red Bull. Мне нравится Red Bull, и в целом, знаешь, вот эти их ролики, я думаю, что там в целом бюджет тоже существует хороший. Сто процентов. Red Bull. Ну, пусть будет Red Bull. Окей. Ну, следующий вопрос, он такой, не знаю, возможно, и не вытащит из твоего ответа, который был сейчас. Какой бы напиток ты бы смог пить всю жизнь? Всю жизнь? Блин, ну, воду, наверное. А давай кроме воды. Воду, понятно, и так все напитки из воды в целом состоят. Какой напиток? Мне очень Morse нравится. Я люблю Morse. Morse. Амбассадор Morse был бы. И крайний вопрос. Сейчас, блин, как его... Блин, подожди, амбассадорство с Red Bull, это просто поставлять мне будут бутылки? Нет, ну, ну, там, знаешь, в рекламах сниматься, рекламировать и так далее. я не знаю, ну, блин, можно быть амбассадором, тогда, я не знаю, какой-нибудь... не шмоток, знаешь, типа... Мерседеса, Lamborghini. вот, я только хотел сказать, типа, машины рекламировать, блин. Просто, знаешь, когда ты привязан к одной фирме, это... в этом есть плюс, да, что у тебя есть там вещи, классные, суперфирмы, да, это огромные бренды, но иногда ты думаешь, там другая вещь понравилась, но ты ее не можешь надеть. Ну, вот поэтому, тут чуть... Ну, можно еще какой-нибудь, марки, машины. И последний вопрос. Если бы ты мог задать один вопрос, ну, мы не берем, не важно кому, просто мог задать один вопрос, и ты бы точно получил на него честный, стопроцентный ответ. Какой бы это был вопрос? Блин, ну, подумать на это надо. Подумать, подумать пока. Так, подожди. Смотри, если я узнаю ответ, я смогу изменить условное будущее. Просто я не знаю, знаешь, узнавать про будущее, наверное, не супер как-то классно, потому что потом будет неинтересно. Ну, прям что-то, блин, ну, вопрос, буду ли я, наверное, в будущем счастлив. Вот так вот. Своей жизни. Ну да, просто потому, что счастье тоже, знаешь, бывает, ты просто можешь... Ну вот я тебе как раз говорю, что, да, странно, нет такого, что я, наверное, сказал, буду ли я футболистом. Нет, меня в целом вся жизнь интересует. Блин, будет ли у меня хорошей жизни, буду я счастлив. Я могу сходить в МАК, сходить в кино, когда мелкую оставил родителям, полный я счастлив, потому что все, это круто. Слушай, ну, на самом деле прикольно то, что вот во мне, да, насчет тебя, такое, знаешь, сложилось впечатление того, что ты вот такой, прям вот профессионал-профессионал своего дела, да, ну и в моменте тебе нравится вот медиадвижуха, все-таки он тоже в Динамо, ты там один из, одно из ведущих, как сказать, лиц именно медиа, от этого составляющего, поэтому, слушайте, желаю, в любом случае, самое главное, это без травм, и давай что-то пожелаем именно тебе, потому что это интервью твое, пожелаем тебе в 2024 году, вот что пожелаем на этот год? Самому себе, наверное, тяжело это желать, но если бы я жал кому-то, то хотелось бы, наверное, что пожелать, вот у человека есть какие-то цели, и чтобы ты шел к ним, достигал их, и не останавливался, всегда посмотрел еще выше-выше-выше и шел к вершине. Окей, с вами был Степа, я, друзья, лайки, комментарии пишем, встречаемся, спасибо, что пришел, спасибо, что позвал, честно, было очень приятно, надеюсь, ребятам вам понравится, вспомните меня, ну и, конечно, с Новым годом вас всех, и, конечно, в Новом году, пожелаю всем тоже, помимо себя, то, что мы сказали, успехов, крепкого здоровья, и вот то, что я пожелал самому себе, хотел бы пожелать, наверное, и вам, ну и просто будьте счастливы. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok,